Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 января, предпразднство Богоявления, Православная Церковь совершает память священномученика Феогена Парийского епископа. Святой Феоген был сыном одного из фригийских епископов. Во время гонения при Лицинии он был записан во второй Троянов легион, стоявший в городе Париуне на Гелеспонте. Когда потребовалось почтить обожествленного императора, Феоген наотрез отказался и перед трибуном Зелекинфием объявил «Я христианин и служу бессмертному царю, владыке над владыками». «Поэтому не могу служить другому». Поскольку святой Феоген упорствовал в бесстрашном исповедании Христа, Зелекинфий, скрижища зубами, приказал отвезти его ночью на плац за стенами города. Святого мученика привязали за руки и за ноги к четырем колышкам и нещадно били суковатыми палками. Восемь сотников поочередно истязали святого, но не смогли сломить его решимости. Под ударами он пел псалмы, лицо его светилось неземной радостью, святой благодарил Бога. Трибун и препозит Посейдоний подумали, будто он выражает готовность уступить, и вновь предложили ему служить в армии. «Святой Феоген, исполнившись святаго духа, отвечал им, что нисколько не боится никаких пыток. Подвергайте меня каким угодно мучениям. Вы имеете власть над моим телом, но вы не можете разлучить меня со Христом, моим владыкой и царем». Настал девятый час ночи, по нашему счету третий час ночи, и трибун Зелекинфи распорядился отвезти святого Феогена обратно в город, чтобы выставить на рыночной площади на всеобщее осмеяние. После новых мучений святой был брошен в тюрьму и осужден на голодную смерть. Ночью ему явился Господь наш Иисус Христос и сказал, «Верный служитель мой Феоген, мужайся и радуйся, ибо я с тобой, и разделяю твои страдания. Не принимай никакой пищи от этих людей, и обретешь нетленную жизнь на небесах». Так славный мученик, питаемый святым духом, пробыл в тюрьме сорок дней без еды и питья. После этого стражники услышали, будто из его камеры доносится шум большой толпы. Подойдя к запечатанным дверям, они увидели внутри множество небесных созданий, облаченных в белые одежды и распевавших псалмы вместе со святым. Стражники тотчас доложили об этом трибуну. Тот явился в тюрьму в сопровождении многочисленной стражи и велел открыть застенок. Каково же было изумление трибуна, когда он увидел, что святой, отказываясь от какой бы то ни было пищи и питья, сидит в одиночестве и поет, сияя от радости. Камеру снова тщательно заперли, и Зелекинфий написал обо всем императору. Лицинь остался равнодушен к явленным божественным знаменем и приказал немедленно утопить мученика, чтобы христиане не могли найти его тело. Третьего января в Зелекинфий пришел за служителем Господним. Тот последовал за трибуном радостно, будто его вели в бане. Они сели на корабль и отплыли от берега. Когда настала пора бросить Феогена за борт, мученик попросил стражу позволить ему помолиться в последний раз. Получив разрешение, Феоген повернулся лицом к востоку и, воздев руки, три часа молился за весь мир. Закончив молитву и троекратно осенив себя крестным знаменем, он спокойно обратился к палачам, призывая совершить казнь, и был брошен в воду. Потрясенные увиденным, воины уверовали во Христа. Они рассказали обо всем товарищам по оружию, и многие другие присоединились к ним, услышав рассказ о том, как погиб святой Феоген. Перед смертью святой мученик предсказал бесславный конец трибуну Зиликинфью и его офицерам, что и случилось по прошествии нескольких дней. По приказам императора им отрубили ноги, а их легион вскоре потерпел ужасное поражение. Через три дня после мученической кончины святого Феогена его тело было выброшено на берег невредимым. Христиане нашли его, приготовили должным образом к погребению и тайно похоронили на земле некоего Адамантия. С тех пор в этом месте произошло множество исцелений, и почитание святого Феогена быстро распространилось. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителя Сильвестра I Папы Римского, праведной Юлиании Лазаревской-Муромской, празднуется представление Второй обретение мощи преподобного Серафима Саровского-Чудотворца, преподобного Сильвестра Печерского в Ближних Пещерах, мученика Василия Петрова. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!